Вы смотрите Актуальное интервью в студии Петра Васильев. Здравствуйте. Лето в Якутии закончилось, наступила осень, пора активной рыбалки для многих жителей республики. Каковы итоги летнего сезона и какая работа ведется на водоемах сегодня сотрудниками Центра ГИМС? На данном этапе обо всем этом поговорим сегодня. Гость у нас в студии Александр Орлов, старший государственный инспектор, руководитель Якутского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия. Александр Юрьевич, здравствуйте. Как я отметил, начался сезон активной рыбалки. Какая работа сегодня ведется Центром ГИМС? Да, работа у нас не прекращается ни на минуту, несмотря на то, что уже сезон активного летнего отдыха завершился. Уже городские пляжи закрыты, основные места для купания тоже закрыты. Тем не менее, работа не стоит на месте, она продолжается. Это сейчас последние заядлые рыбаки, рыбаки-охотники, которые стремятся за последнюю дичью, за последней уткой. Сейчас основной контроль идет на них, потому что кто-то под конец года планировал как раз на сезон охоты выехать. И весь основной центральный состав ГИМСа сейчас и находится на реке в плане предупреждения, контроля и мониторинга ситуации, которая сейчас происходит на реке. А какой алгоритм работы именно с рыбаками в этот сезон? Это профилактика. Это профилактика с самими рыбаками, с пассажирами, которые находятся в той или иной лодке, которая будет остановлена, к примеру. И также контроль за самим плавсредством, потому что зачастую бывает, что рыбаки в угоду высвобождения определенного места делают то, что делать категорически не рекомендуется. Это избавляется от, допустим, положительного запаса плавости в виде пенных блоков, полистирола. И высвобождает это место, забивая там рундуками, там какими-то вещами определенными, тем самым подвергая себе риску и свое судно. Поэтому вот особый контроль сейчас будет, конечно, за судами, за рыбаками. Чем вообще опасен сейчас любой выезд маломерного судна на воду, потому что у нас уже идет период ледообразования, это уже мелкие капли воды уже превращаются в лед. И очень много случаев происходит именно в этот период, когда человек, когда выходит с лодки, наступает на палубу, палуба скользкая, спускальзывает и падает в воду. Такие случаи бывают, но именно те люди, которые сейчас, в принципе, выходят на реку, они с этим уже не расталкивались. Ну вот вы отметили некоторые происшествия, которые сейчас могут происходить. Ведется ли инспекция, учет происшествий и пострадавших? Да, такой учет бесполный ведется. Цифры, конечно, существуют, но называть их по определенной причине не особо охота. Скажу только одно, что ППГ у нас идет на снижение, то есть если мы берем прошлый год, то на этот год у нас на 15% снижение. Снижение по гибели идет. И зачастую именно вот это снижение, оно идет отчасти от организационной работы самого ГИМСа, инспекции нашей, потому что идет постоянный, круглогодичный, в зависимости от времени года, начиная с зима, лета, это лекции, профилактика, профилактика и профилактика. То есть постоянно ходим по предприятиям, по детским учреждениям, по взрослым, по школьным, послешкольным и профилактику проводим. И тем не менее еще сами судоводители из года в год уже становятся более-менее грамотными, понимают, видят. И даже в этом году мы очень много видели, что люди более сознательно выходят на тот или иной водоем, уже оберегают себя, уже идут с какими-то определенными средствами, к примеру, как крема загара или еще что-нибудь подобное. То есть зонтиками приходят в очень летний период, в жаркий период, чтобы не было перегрева. То есть люди уже сами по себе готовы к этому. Александр Юрьевич, ну радует, что купающиеся, отдыхающие рыбаки стали осмотрительные. Вот какова основная причина гибели на воде? И я предлагаю все-таки затронуть осенний сезон. Основная причина вообще в течение всего года, это, как правило, только три причины. Первая причина – это выход на водоем на любой состоянии опьянения, будь то наркотическая, алкогольная, что категорически запрещено. Это вот 80% всех происшествий именно идет от этого. Вторая причина – это у нас оставление детей без присмотра, как правило. Там отвернулся на секунду, побывайся, ребенка уже можно потерять. Ребенок сам по себе очень у нас ративо его, может убежать, и потом бегаешь его ищешь. И третья причина – это несоблюдение элементарных правил по поведению себя у воды. Это вот три самых основных причины по происшествиям. А какими техническими средствами сегодня обладает ГИМС и достаточно ли сегодня этих средств? На территории республики, если не ошибает память, у нас находится сейчас на вооружении 73 плавсредства. Они у нас разные, как от очень, так можно сказать, московского типа, имеется в виду по волновому режиму, что может ходить даже в тот период, когда остальным судам уже выход запрещен на воду из-за сильного волнения, шторма. Эти суда могут ходить. Так же, как у нас есть суда на воздушной подушке, когда вот сейчас пойдет активная фаза ледостава, вот у нас будет задействовано это судно. Случаи бывают разные, что можно было опять же подъехать и оказать ту или иную помощь, которая будет посредством. И ежегодно идет поступление судов. Это что вот очень хорошо, что про нас не забывает. Суда поставляются. В этом году получили новое судно, катер ПК-500, он сейчас стоит на 202 микрорайоне, работает в этой акватории, хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, да, техника есть, есть на чем работать. Александр Юрьевич, насколько я понимаю, одно из главных методов работы – это патрулирование. Вот на каких, в каких районах, на каких реках ведется основное патрулирование ГИМС? Ой, на всех, на всех, конечно. Ну, не прямо уже на всех. У нас, если посчитать по проценту, насколько я помню, на территории всей республики находятся свыше 700 тысяч рек и около 800 тысяч озер. Охватить все полностью, конечно, мы не сможем, потому что численности инспекторского стола такой нет. Есть определенные даже участки рек, которые не являются судоходными. Там может быть и не быть самого, как, в принципе, подразделения или отделения ГИМС. Но, тем не менее, по всей реке максимально раскиданы как раз участки, как инспекторские участки, как и группы патрульной службы, которые пытаются охватить максимальное количество рек. Но в основном участок находится там, где находится больше всего людей. Это зона отдыха. Вот на территории города Якутска у нас два участка, потому что город очень большой. И количество судов, которые здесь стоят, у нас только на территории, ну, пределы города – это четыре лодочные станции. Это очень много судов, и контроль за ними идет постоянно. Поэтому территории, вот, допустим, города мы берем, это два отделения и два группы патрульной службы. Это очень, очень большой объем работы. А как происходит сам процесс патрулирования? Составляется определенный блок документов. Инспектор его берет с собой и выезжает на реку на определенном катере, грубо говоря. Но с собой может попутно взять еще представителя, там, админкомиссии, либо представителя Росгвардии для усиления патрулирования. И все, и человек едет. Мы ездим, смотрим, контролируем реку, видим какое-то административное правонарушение. Но изначально видо визуально это… Если человек едет без спасательного жилета, это видно визуально, или у человека не нанесены бортовые номера, или поведение самого транспортного средства, то есть лодки, оно маленько вызывает сомнение, почему он так маневрирует. Инспектор уже подъезжает, представляется, беседует с водителем, проверяет документы. И уже от того, что наличие фактов, которые будут выявлены, будет уже вынесено ощущение. Наказывать человека или просто предупредить и отпустить. Потому что зачастую бывает, что люди не всегда знают, где можно ездить, а где нельзя ездить. Александр Юрьевич, вот вы упомянули наличие документов. Какие судовладельцам необходимы документы? Если мы являемся сам судовладелец данного судна, на котором мы передвигаемся, это, как правило, удостоверение на право управления младеным судном, действующий судовой билет или заверенная его копия. Если же мы судно взяли у кого-то, у друга, у царя или у родственника, то помимо этих двух документов мы еще добавляем доверенность. Поставил капитал доверенность и атакует это, доверяя такому-то судну. Ну, все по аналогии с автомобилем. Да, да, это все. Только одно единственное. Да. А что грозит тем, кто нарушает правила нахождения на воде, как на берегу, так и, собственно, в лодках? Статей разные, статей много на самом деле. Или там, каждый подпункт, от мелочи, буквально, что забыл право дома, это вот самый минимальный штраф, который сейчас есть в ГИМСе, это составляет 100 рублей, либо, опять же, предупреждение. Человек всяко бывает, там, бьется ой, блин, я документы забыл. Ну, ничего, бывает. Пробиваем человека по программе, смотрим, да, действительно, у человека имеется удостоверение, оно действующее. Человеку писали бы предупреждение, если человек прямо злостно, там, я не хотел с собой брать, еще что-нибудь там уже, на усмотрение инспектора. И помимо наших статей, еще есть другие статьи. И если мы работаем совместно с административной комиссией, они пишут по своим статьям. То есть работа идет. Кто контролирует вот нахождение детей, допустим, на пляжах? Кто несет ответственность за них? Родители, безусловно, только родители. Или те люди, с которыми дети пришли. В этом году, когда у нас даже были совместные рейды по пляжам, совместно с ПДН, очень много случаев, когда подходишь к ребенку, начинаешь с ним разговаривать, и спрашиваешь, родители знают, что вы здесь? Нет, не знаю. А почему вы? Ну, мы вот после школы решили быстренько забежать искупаться. Все, начинаешь ребенку объяснять, ПДН, ну, в пределах компетенции, конечно, разговариваем, что ни в коем случае давайте позвоним родителям, родители приют, вас заберут. Родители приезжают, соответственно, глаза попить копеек, как так, начинают ругаться. Но лучше так, чем у нас все равно случаи бывали, когда дети сами по себе, без присмотра, это нету хуже ситуации, когда ребенок купается без присмотра. А какая работа с родителями ведется? Это уже по линии ПДН. Там, может быть, и административно, может быть, поставить на учет. Ситуация бывает разная, опять же, от количества, что бывает, что, допустим, в этом году я замечал, девочка купалась там в возрасте лет 11, и с ней ее братик там 5-6 лет, ну, вдвоем. Я за ним присматриваю. Я говорю, ну, я молодец, говорю, хорошая сестра, но это недопустимо. И вот мы там с ней очень долго разговаривали, ну, спокойно, чтобы ребенок не получил никакой психологическую травму. И ребенка отпустили, сопроводили до дома. Александр Юрьевич, хоть у нас лето и завершилось, я предлагаю еще немножко поговорить уже о следующем сезоне. У нас, тем не менее, несмотря на разрешенные пляжи, существует большое количество несанкционированных мест для купания. Вот на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы люди перестали там проводить время в жаркие летние дни? Ничего мы такого сделать не сможем. Мы, в принципе, не можем запретить человеку выходить на водные объекты. Это его личное право. Куда угодно, в любое время он может выйти на водные объекты. Поэтому единственное, что сколько не было бы совещаний там и на правительственном уровне, все время высказаться на и та же идеологии, что надо не запрещать, а, наоборот, облагоустраивать. Если есть это место определенное, там, будь та же вот Петуховка, да, многострадальная, если люди все равно туда идут, и их никак оттуда не выводишь, хоть колючую проволоку на берегу сделай, все равно люди будут ходить. Если мы не можем это запретить, тогда давайте это контролировать. Допустим, в этом году, спасибо, в Осводу было установлено два спасательных поста, один как раз в районе 203 микрорайона, где не санкционировано место, и второй в районе Петуховки. И за этот год, если я не ошибаюсь, ни там, ни там не было ни одного происшествия. Это вот за счет, спасибо опять же им, это вот контроль. Если есть контроль, есть наблюдение уже маломайские, но получается хоть как-то избежать какой-то трагедии. Поэтому максимальное, что мы можем сделать, это опять же доводить до людей информацию о том или ином водном объекте, почему здесь нельзя купаться, почему здесь именно опасно. Прямо приводить примеры, ну, что мы, это вот идет в нашей профилактической работе. А так только благоустройство. Я думаю, облагоустроить можно любой берег. Сейчас тем более разрабатываются проекты, хотят, насколько я знаю, облагородить не только городской пляж, но его расширить вплоть до 203 микрорайона, чтобы это была одна большая береговая линия и зона отдыха для людей. Александр Юрьевич, в завершение Ваши рекомендации нашим зрителям, как себя безопасно вести на воде? Ну, конечно, охота сказать, перед выходом сейчас на воду, это обезопасить себя и своих близких. Проверьте те суда, на которых Вы сейчас будете шлять Ваши движения по реке. Смотрите за ними, контролируйте их, контролируйте само судно. И обязательно проводите профилактические беседы со своими пассажирами. А самое главное, не забывайте о спасательном жилете. Если даже Вы хорошо умеете плавать, помните, вода ошибок не прощает. Александр Юрьевич, я могу только с Вами согласиться и присоединиться. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Пожалуйста. Ну, а я напомню, Вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч.